Приложился. 8 километров остаются до финишной черты. Тепло, но ветрено. И опять средняя скорость не дотягивает до той отметки, которая была заложена в график прохождения трасс с организаторами. 3.45 просвет между отрывом и группой желтой майки. И постоянные натяги под перекрестными ветрами. Да и самое главное, это то, что... Дело в том, что, допустим, на вот этот пик прокладывать дорогу. И дороги, в общем, имеют функциональное значение, поэтому те горушки, которые... И здесь нет никаких горнолыжных курортов. В общем, незачем тянуться до такой степени в высоту. А дороги даже сельскохозяйственные. Уотсона, Вейконге, упавших испанцы. Это произошло, собственно, буквально за 5 минут до нашего включения. Ничего, ничего не сказано про... Но это не первый, кстати говоря, завал. Произошло в первую... ...проходили... ...под велоспорт, под эритмия как раз вот это вот. Со средним градиентом более 7% и, кроме того, с узким началом. Что, в принципе, создает определенные шансы для атаки. И догоняльщики сейчас будут видеть с противоположного берега реки беглецов. Да, конечно, Кахару Ораль сегодня настроилась всерьез, делегировав двух человек в отрыв. Для того, чтобы собрать максимум очков. Фьюкарти. Вообще, в принципе, гонщики-иностранцы для этой испанской проконтинентальной команды. Они очень нехарактерные. Она достаточно консервативна по набору своих гонщиков. Так было и с Иоскотелью Скади в свое время, как вы помните. Они, выпускников ОРБ, выпускников своих басковских велосипедных школ, старались приютить. Старались их готовить именно вот так. В режиме максимального благоприятствования. Не укатывая в юные годы, давая просто им практику, давая опыт. Ну и когда-то это было хорошо. Когда-то это было с минусом, потому что они слишком защищенными себя чувствовали. Не чувствовали жесткой конкуренции. Иностранцы вообще были не вхожи. И поэтому первый, собственно, появился француз. Но французский баск, опять же. И вот сейчас такая же постепенная интернационализация происходит с Кахару Ральсигурас. Видим здесь Фабрицио Феррари. Видим карти в составе. Причем они не затерялись. И снова нам показывают ситуацию достаточно типичную для участков, где есть два отбойника металлических. И где в то же время есть достаточно большая ширина асфальтового полотна. И где есть достаточно много перемещений. Очень здорово стер, конечно, и руки. Если бы не было перчаток, то Уотсон еще бы сильнее. Попортил бы себе ладони. Ну а так все то, что он получил, будет заживать, я думаю, достаточно быстро и успешно. Уэст занимается сейчас просто на 100% своим делом. И в предыдущих своих командах его еще чаще отсылали вперед. Но вот здесь ситуация, когда нет ни одного генеральщика. У Астаны такого генеральщика, я имею в виду. То есть генеральщики на недельные гонки, конечно же, есть. Но нет ни одного из итальянских капитанов, которые заточены под горные гонки. И поэтому дается некая свобода всем и Луи Уэстро в том числе. Уэстро в этом году пока без побед. В прошлом году Астане принес две победы. И в целом прижился очень быстро. В этом новом для себя коллективе, куда перебрался из Вакансоли... В конце Голландии сгонялся пять сезонов. Добирался до 55-го места в мировой иерархии в высшей лиге. Что, конечно же, солидное достижение. Рослый метр восемьдесят пять. И достаточно мускулистый. Семьдесят четыре килограмма боевого веса. Стартовал за континентальную команду. Крольстон в 2006 году провел не спеша в Андеровском дивизионе три года. А потом вот за счет Вакансолей именно стал известен как гонщик атакующего плана. Как гонщик, который едет в отрывы на всех крупнейших гонках. Включая Вуэльту, включая Тур-де-Франс. На Джирде-Италия не отмечался. На Тур-де-Франс доезжал несколько раз на Вуэльте. Это вообще была его первая супер многодневка в первый же год. И в первый же год в настоящих профессионалах. В год неопрофи. И в общем-то он этим памятен. Памятен своим индивидуальным ходом. Памятен своей способностью показывать хорошие результаты в раздельном старте. Неслучайно он был двукратным чемпионом Нидерландов в гонке на время. В предыдущий раз в июне 2013 года. Выиграл этап Домонжуика. Достаточно неожиданно на прошлогоднем туре Каталонии. Ну а также и очень непростой этап на критериуме Дуфине. Вот это были и дебютные две победы в Астане у него. И все видят его потенциал в казахстанской команде. И все хотят конечно чтобы он себя больше проявлял. Когда подворачивается такая возможность. И здесь в общем как бы ехать консервативно. Если нога пригонщики не стоит. У Астаны нет какого-то четко очерченного плана. Тем более после падения Микеле Ланды. Первый же день довольно неприятного когда он потерял и время. И часть своих возможностей. Ну если бы разделка была подлиннее и равнинные мало холмистые этапы были бы почаще. То наверное и на Луиса Леона Санчеса можно было бы возлагать какие-то надежды. А так вольная охота по большому счету. Вторая голландца гонка тур страны Басков. В прошлом году он ее не доехал. Но вот в этот раз получится настоящий полнотаспанный дебют. Хорошо отрабатывает даже если гора в среднем достаточно крутая. И он же все-таки крупный гонщик. Но вы видите как он хорошо запитывает свой организм. Хорошо дышит. И если едут ровно и он сидит в седле. То он не лишний среди чистых горняков даже. И его позиция вполне устраивает его попутчиков. Потому что они понимают что они скорее всего вырежут у него финиш. Ну и соответственно распределение очков. Оно должно быть конечно же в пользу все-таки Фрайлы. Что касается карти. То тот в основном для того чтобы пересекать контр-атаки. Ну и создавать давление самому. И создавать свободу для атаки своего напарника. Вот 400 метров осталось до черты промежуточного горного финиша. Вы видите Фрайлы на второй позиции у голландца. Подламывает он. Немножко карти потеряли они. Крутовата гора для крупного гонщика. Тоже всяк крупен по-разному. По-разному распределяется мускулатура. Лотто Фондендрог подтвержден на Джердиталия. Кстати совсем вот недавно. Тем интереснее. Настоящий генеральщик. Хороший восходителя. Тем временем и угонщик теряет контакт с двумя дуэлянтами. И глядите-ка они особенно уступчив. Флой Вестра. Дорога узковата. Публики много. Публика естественно Омара своего соотечественника. Это его малая родина поддерживает. Очень мощно. И Вестра не мешает ему набирать очки. Нет у него задачи примерять гороховую майку. Есть задача обеспечить жизнестойкость. То есть он его под... ...поставил работать. В принципе Омар не очень готов уезжать с голландцем вдвоем и покидать двух остатков. Таких совсем длинных кусков по ветру еще заезд. Так что здесь я смотрю какие передачи они перекладывали в эту гору. Думаю здоровье у всех растет как на дрожжах. Оно действительно растет и довольно быстро. Но в данном случае попутный ветер добавлял здесь возможности. Не требовал уже таких приложений и мощности. И вот здесь чуть-чуть меньше стало было 3.15-3.20. Сейчас из трех минут немножко преимущество отрыва над основной группой. Быстро вышли в эту гору очки из отрыва. Ну а Мавистар Мавистар продолжает отрабатывать на одного из своих лидеров. Ариетта Ариетта, который вообще произвел колоссальную для средневолтуровской команды да, это безусловно гонка мирового тура но тем не менее так ее разведывать фактически как на уровне какой-то исторической трехнедельной многодневки как тригрантура этого сезона. В принципе никто этим не занимается но надо понимать что такое Мавистар Мавистар хоть на Диаре Аваско хоть на других ресурсах Мавистар сейчас просто в центре внимания после каждого этапа берутся у них интервью у гонщиков или у менеджмента и у персонала тоже то есть они действительно здесь родные хотя базируются не в Бискай а в Памплоне и у них есть три варианта как сказал Ариетта возможно для того чтобы запутать немножко соперников и внести в их ряды какую-то панику потому что как ловить трех а возможно действительно отражая реальную ситуацию так или иначе Кентана конечно человек номер один второй человек это Бенят Инчаусти тоже в принципе мастер длинных туров и один из братьев из Агиры конкретно Йон из Агиры обладатель хорошего индивидуального хода и поэтому надежда на последние субботние разделки вот это три кита если он китенка по размерам по габаритам да изрядно еще не докормленных китенка на которых держится эта планета под названием Мовистар посему ждут атак от кого угодно но пока эти атаки какие-то проверки какие-то просеивания какие-то стимулирования работы соперников и попытки разрушить их оборонительные построения это все может быть отъезд решающий нет смысла устраивать вплоть до последней горы по большому счету ну то есть если кто-то хочет что-то сделать парадоксальное вроде отъезда стерпстри Александра Кристофа что в итоге это оказалось победным парадоксом тогда эх как натягивается полотнище как сейчас сходка ехалась ребятам в гору в общем пока еще час икс на сегодняшнем этапе не наступил но это очень тяжелая работа с набором высоты далеко за 3000 метров несмотря на то что ни одной тут такой уж королевской горы нет и первая категория присуждается довольно коротким подъемом только чуть более крутым больше первой категории не будет и будет участвовать одна высшего дивизиона одна про конти такие нынче времена Гаверия гора третьей категории но с приличным очень средним градиентом 8,6% правда берется немножко с наскока как вы видите но потом все равно передачки нужно постепенно менять характерно что как-то вот эти вот профили которые рисуются на экране совершенно не совпадают с профилями роутбука и то что я вижу в роутбуке и то как они едут сейчас мне кажется более вероятным просто дело в том что допустим в роутбуке считается что эта гора в общем имеет длину 5 километров среди которых в категории почему-то включены только последние три но так или иначе средний градиент допустим второго километра этого подъема составляет менее 2% даже с точки зрения роутбука так смотрим что вызвало вылет победителя только что закончившегося тура каталонии из основной группы скорее всего какие-то технические проблемки и сейчас вице-чемпион Тур-де-Франц Жан Крипео возвращается в основную группу с помощью четкой работы своих товарищей по команде они подстраховывают его просто идеально Бетанкур в этом тоже активно участвует как вы видите 52 номер у колумбийца из французской команды ну и в общем тоже видно что ПВО берегут ключевым этапом называют горный этап в пятницу ну и конечно же разделку в субботу там решится судьба генеральной классификации тура страны Басков но сегодня первый обмен действительно по-настоящему серьезными ударами между генеральщиками должен состояться в конце концов генеральщикам Майка Мэтьюса при всем нашем уважении считать естественно никто не будет да и он сам себя таковым не считает ни в малейшей степени Майтьюс кстати лидер и в пунктовой номинации по-прежнему 45 очков а на второе место вышел Феллине сравнявшийся с кто человек который может одержаться человек который был вице-чемпионом следом за Кантадором Кантадор кстати говоря посмотрел разделку на Джирдо Италия накануне так что не говорите что он ленится в эти дни не участвуя в туре страны Басков он делает все равно очень полезные дела и готовится к своему первому гран-туру нынешнего сезона что касается лидерства в этой номинации здешней то здесь все очень спутано потому что не дается никакая банификация за победы и таким образом просто по сумме мест Майкл Мэтьюс чуть выше Михаила Квитковский тот и другой оба дня принимали участие в финишных развязках входя в тройки сильнейших это четвертым был вчера ну не суть суть в том что они наиболее стабильны Феллины вышел на третье место и вы помните что он и на критериум интернат сумел войти в тройку хотя там решающий этап с финишем окончательным в гору и в гору серьезную в гору первой категории но он очень часто радует такими приятными сюрпризами Вестра, Армейк, Карти и Фрайла все та же композиция этого отрыва в котором логично требовать большей работы от Баска представителей одной команды находящейся в численном большинстве ну и вот Вестра лишь один гонщик который имеет то же время что и у нынешнего лидера общего зачета но вы видите что в одном и том же результате с Майклом Мэттисом сейчас и поэтому любой отрыв это отрыв на новое на генеральной классификации так кольцо Сарта закончился этап и у Мавистара два первых места Малори выиграл второй не расслышал кто через Александра привет от Алексея Сарамотина из Ямсайклинга которому сегодня между прочим с удовольствием присоединяемся к поздравлениям этому неутомимому бойцу и неутомимость ему позволяет стартовать на Париж-Рубе это всегда как и участие в Тур-де-Франс мечта хотя это испытание очень жесткое и трудное но это и очень большой одновременно праздник большого велосипедного спорта а именно послушайте вон Дагенхольба с Лимондом они вам объясняют почему же это так реплика Тимофея говорит сижу смотрю тур страны Басков ем шпроты в масле цинично но мне хорошо ну надо сказать что вот этот факт у меня например никакого особого слюнотечения и никаких особых эмоций не вызывает и слез по поводу самоограничения хотя я с большой любовью отношусь к Риге но вот что касается Ришки то я более-менее спокойно к ним отношусь равно как и к любым другим но это просто я понимаю откуда тема потому что разговор пошел о спортивном питании и о питании в гонке тема совершенно неисчерпаемая интересная и вот если говорить о Риге то конечно же учитывая что наш партнер по питанию Дион Спортлаб как раз там и создает свою продукцию то там гораздо более гоночные вещи чем шпроты вполне доступны массовому населению вот я потрясаюсь просто координатору честно говоря он не замолкает уже в течение минут 15 наверное он бубнит мне в ухо говорят то одно то другое вот сейчас проанонсировал этот твиттер этот твит по поводу поздравлений со стороны Мавистара Адриана Малони Малори Алекс Далсет был вторым на разделке естественно и это 800-е вот это очень интересная статистика пересчитали свои успехи с 1980-го года Мавистар который пребывал в разных ипостасях с разными титульными спонсорами релли и ну конечно же наиболее известный период это все-таки Бонесто и клоны Бонесто по названиям период Мигеля Индуральна так или иначе пять подряд побед на Тур-де-Франс это не просто так вам но это действительно получается из испанских команд однозначно самая долгоживущая из мировых ну дело в том что как спонсор да очень часто возвращается Лотто и Лотто была еще в 80-е годы тоже но вопрос в том сохраняется ли при этом структура совсем не факт что же касается вот этой команды то Бонесто действительно сохраняет свое лицо гонщики становятся спортивными директорами и тот же самый Ариетто когда он сошел с Вуэльты ему прям сразу он суя позвонил и спросил не считает ли он что пора бы ему уже в велоспорте оставаться в новом качестве и тот не раздумывал вообще ни секунды практически и был счастлив сесть в техничку и вот теперь он главный спортивный директор на этой гонке на своей домашней гонке ну а у нас очередная реклама есть возможность прошагать естественно на усталости поскольку когда ноги более-менее свежи то у подавляющего большинства все-таки частота должна быть достаточно высокой чтобы выдать максимальную мощность ну и на 110 оборотах в минуту отнюдь даже не вот это все была иллюзия когда всем казалось что наиболее сильно они прикладываются к педалям тогда когда они ставят карданище и начинают все тело включать но хладнокровные измерители ватт говорят о том что пик потенциала приходится на иной раз ну вот как 5% градиент допустим где-то или даже меньше передачка 39 на 15 где-нибудь и хорошая частота вот там вот как раз и вылетают ваты на 10 секундном куске допустим такие которые нужны для того чтобы убежать а с большой шестерни пульнуть могут далеко не все но Вестра это может сделать ну и здесь уже вполне вам атмосфера и практически такое же столпотворение как на основной испанской вуэльте или даже как на классике вроде тура Фландрии но это страна басков она не должна была потерять свою главную многодневную гонку это действительно самая велосипедная часть испании и Вестра все выстроил очень правильно действуя по рецепту Василия Кириенко который выиграл один из сложнейших горных этапов как раз испанской вуэльты не так давно ехать в отрыве подгадать момент решающей атаки сбежать от чистых горняков и дальше поддерживать ритм вот Руслан подбрасывает информацию о Схельдеприз там меньше 9 километров вот как раз да там мы были там мы ехали в прошлом году и отрыв говорит почти добра ну что ж Кеф блеснет разочек Кеф многие классики пропускает но эту полуклассику жалует своим вниманием поскольку там очень неплохие шансы показать хороший спринт у нас Ленин Краснов по-моему был ближе всех чуть ли не в десятке на Схельде или в пятнашке по крайней мере точно а в длинном отрыве Ваня Балыкин ехал их было сколько 5 человек по-моему практически весь день прокатались впереди стабилизировался разрыв и включаются в работу в голове представители Тинькофф Саксо а пока один человек только в принципе сегодняшняя развязка в хорошей форме если находящемуся майке вполне подходит вспомните как на французском туре на аналогичном вверх-вниз вверх-вниз рельефе он себя чувствовал ну и здесь естественно всех представителей этой во многом баскской команды тоже поддерживают и они пока еще не сдались их пока еще не добрала основная группа хотя то как она включилась мешают да очень активно мешают болельщики проявляя свои неудержимые эмоции большинство конечно очень дисциплинированных но есть отдельные которые рискуют отдавленными руками секундомер включен после прохождения вестры вестры забравшего горку второй категории но и кстати насобиравшего очки на предыдущих горных финишах по капельке по капельке но сама цель завоевания гороховой майки насколько я помню эта цель перед ним не стояла видим майку вторым колесом у кого сидит не разобрал увидите как шире чем в одного здесь не проедешь Мартин каждый раз меня удивляет не дальше 20 позиции так смотрим не только Жильбер подобрался саму Санчес который был вторым призером в 2011 году на этом же отрезке Моррена надо бы поближе немножко и совершенно как-то не по своей мерке подобрал себе передачу Тибо Пино Пино дальше большинства горняков но и вот такая помощь на самом деле только мешает и вы видите на крутом участке из-за пробок из-за действий болельщиков это вообще конечно какой-то кошмар это просто хорошо что гонщики сейчас не заводятся потому что реально им очень сейчас мешают в том числе и своим в первую очередь что творили с Мавистаром это было какое-то безумие в результате из-за того что тут не оставили даже 25 сантиметров просвета он и шлег старший пробегает бегом все пошли пешком в эту гору чертыхаясь ну и в общем нужно им поаплодировать за сдержанность потому что все настолько взяли в кулак свои эмоции ну и желтая майка Майкла Маттьюса оказывается в паре минут от головы этой группы и вот этот весь развал устроили все-таки болельщики своим живым но слишком надсадно агрессивным коридором да что не день то какое-то шоу причем неприятное на туре стороны Басков что обидно потому что во всем остальном гонка выглядит очень достойно и по подбору маршрута и по уровню спортивной борьбы и погода замечательная но то завал на последнем километре из-за того что не знаю о том что в пологую гондарный Тони Мартин может вывести как настоящий локомотив но тот пока все-таки едет в колесах пока интересы капитанов совпадают пока Квято и Родригес желают для начала нейтрализовать двух человек которые по-прежнему держатся из того отрыва из четырех который сформировался в начале нашего сегодняшнего этапа очень хорошая командная работа ребята верят в силу возможности в потенциал способность войти Пуррито в одну и ту же реку много отработали россияне на более скромных градиентах и на более тяжелых передачах до Весиоса наступает срок и по идее сейчас вся команда без исключения Ильнур тоже включается все работают на Пуррито многим более 50% шанс победы Пуррито если отрыв будет нейтрализован и вот сейчас начинается кризис Уэстро ведь это предпоследняя гора а последняя крутящая вы ее уже видели там толпа и там градиент 16 средний на последнем километре этого восхождения неплохо он идет но гораздо сильнее идет пилотон сейчас вы слышали крики поддержки вот что им Вестра что им Астана казалось бы не с какого боку а как с каким теплом они все-таки поддерживают этих гонщиков которые рискнули идти вверх Атагуити средний градиент 3,4% этой горы горы в которую остатки пилотона выходят на скорости чуть ли не вдвое более высокой чем у голландца уже не первый вопрос Алексей по-моему третий или четвертый человек который спрашивает про наказание водителям техничек нейтралок на туре Фландри пока ничего нового кроме того что я озвучивал Семано как компания извинилась и сказала что сейчас проводят разбирательство этих инцидентов и что это не останется без внимания но это в принципе нормальная практика когда никаких лозунговых воплей не звучит мы обязательно накажем нужно понять может быть при углубленном изучении выяснится что водитель и рад бы этого избежать но не мог и вообще не он виноват пока не выяснено до тех пор ну то есть на эмоциях конечно на первом национальном всплеске мы естественно начинаем искать стрелочника это обычное человеческое качество потом чуть-чуть успокоившись мы ждем что восторжествует справедливость успокоившись серьезными серьезными целями но здесь их малая родина север испании их братья по крови и по ремеслу жаждут увидеть первых звезд и пока Вальверде на своей тактике подготовки на Айрекентано готов нанести сегодня кинжальный удар ничего не потерял он еще в генеральной классификации все только сегодня сегодня открывается по-настоящему тур страны Баска в 2015 не додает сейчас мощность старается не заламываться особо но вот видно по тому как не подтягивает уже чуть-чуть больше но давит проводит через мертвые зоны по кругу и поддавливает подтягивание педали уже не настолько эффективно у Эстры но секундомер пока беспристрастен и он говорит о том что только пару секунд потерял Уэстры даже несмотря на снова активное включение команды Мавистар ну и вот тут начинается и это только один человек один а создал такой вопль как будто целая толпа что будет ближе к макушке и где в это время местные карабинеры интересно знать опять же подавляющее большинство ведут себя вполне сдержанно и понимают что они могут испортить гонку но некоторым очень важно проэкспонировать себя а еще когда по телевизору показывают шанс всей жизни ей богу пошло таять преимущество надо терпеть три километра как это знакомо Филиппу Жильберу находящемуся сейчас в основной группе как это напоминает ему подъемы и спуски Ильеж Бастон Льеш боковой и попутно боковой ветер на этом подъеме тоже важный момент и вот сейчас Кентана выходит на третью позицию рвут и мечут болельщики требуют победы от Мавистара не больше 30 человек осталось при следующей группе и вряд ли уже кто-то где-то соберется остается лишь чуть больше 10 километров до финишной черты и макушка этой горы менее чем 10 километров от того финиша который уже успели порепетировать гонщики и вы видели сами там спуск заканчивается и совсем-совсем коротенький равнинный участок и все и гонка сделана спринтером чистым там делать уж точно нечего так где сейчас вестра сопоставляю то что я вижу нет еще нет еще не вечер для погони после этого спуска будет еще подъем вот примерно через 3 километра начнется завершающий второй за сегодняшний день по счету подъем на Альто де Антигуа чуть меньше это теряет надеюсь при этом что Катюша убеждена в том что Родригес готов отыгрывать сколько угодно на крутике ребята тоже уже изрядно попахали и тянуть безостановочно они уже не могут ну или Родригес немножко покривился и показал 50 на 50 соглашусь с Владимиром вот такой большой отрезок этой равнинки чуть-чуть в тягун на профиле отсутствует напрочь и он играет сейчас на руку голландцу голланде создает максимальный просвет для того чтобы потом подобрать оптимальную передачу для себя и выкручивая выкручивая постепенно закатывать закатывать в ту гору что за расчет у него интересно кстати говоря я уже говорил о том что многие для того чтобы сэкономить ноги для того чтобы не забиться ставят 32 но у него явно не 32 я бы сказал что 27 это максимум большая шестеренка задняя пожалуй что 27 есть 25 вряд ли вестра гонщик очень волевой и вы видите что особо не прочтешь по его лицу до какой степени он дошел до своего потолка до своего предела секундомер говорит о том что он отдает пространство очень неохотно и упирается здорово сел коротко взялся за верх руля включает спину пресс появляются еще охотники погоняться а не только посидеть на колесе два человека лямпры мерида подбрасывает в голову этой группы обнаруживается что не все из скай еще и не все это значит аж трое готово включаться и опять включение Катюши Лагутин хорошо включился смотрит все остальные не очень пошли неудобный темп и привстал голландец в этот момент да всегда очень хороший высококлассный раскачек из команды может поехать даже быстрее чем штатный горняк этой команды но он может и развалить пилотон и развалить свои собственные командные формирования поэтому особенно солировать здесь не стоит пару человек из BMC здесь есть Иван Гардерен по-моему пробрался вот сейчас по левому краю все встал Вестра встал в крутом участке расчет пилотона оправдался трудно найти человека который бы при втором прохождении этой горы и учитывая что это восьмая уже горная премия на сегодняшнем 170-кинометровом этапе трудно найти такого гонщика который здесь не завяжется узлом с Вестра к сожалению произошло то же самое но пожелаем ему в следующий раз добиться успеха в таком побеге он конечно двужильный парень и он не должен заканчивать сезоны без побед но тут уж поехал поперек для того чтобы не мешать никому у Астаны есть еще три человека в этой группировке все Вестра настолько напрягся что даже минимальной передачи его забитым ногам не хватает для того чтобы продолжать и в эту группу он точно не сядет доедет в какой-нибудь группе самый агрессивный гонщик сегодняшнего этапа в этом нет никаких сомнений ну а теперь будут разбираться между собой большие и Вася Кириенко много раз его вспоминали сегодня в связи с похожей тактикой прохождения горных этапов на то что мы видим в исполнении Вестра здесь берет огонь на себя белорусский спортсмен за Василием потянутся сейчас горняки ну а вот из-под этой атаки кто-то из Скай должен контратаковать естественно в покое всем известного Кириенко человека обладающего потрясающей мощностью и отличным индивидуальным ходом естественно его никто в покое не оставляет и вот пошла уже горняцкая раздача Кентана и компания выходят вперед настигая Кириенко не без приключений и вираж здесь получается такой что могут посыпаться но вписались и он по-прежнему на первой позиции ну и кто же из Скай окажется контратакующим пока что просадка в начале этой гонки у Ньеви сход сход свифта мы собирали энергию говорили они в отчете на своем командном сайте и вот эти средние 9,6% и пошел победитель Джерри Талия включился Кентана Кентана начинает борьбу на первой позиции дальше будет только круче круче и круче Родригес пока чуть-чуть в глубине на случай чего Морена есть при нем рядом у Астаны по-моему по-моему это Тарна хотя здесь очень тяжело что-либо разбирать из-за мыльности картинки Вангардер он сидел но вот его легко узнать потому что в этой кампании он как минимум на голову выше любого нестандартные такие данные для горняка но он здорово едет в гору действительно два человека из Катюши Квято здесь же Майка два человека нет один человек и по-моему этот человек Саймон Геренс из австралийской команды подъезжает еще кто-то из BMC но вице-чемпиона 2011 года на этой же трассе Саму Санчеса я пока здесь не увидел Кентана на себе завозит этот кусок группы Квитковский готов контр-атаковать у Астаны Скарпони в голове вот сейчас там виден просветы иногда по правому краю Ильнур что башку свою тупую вставляет ему на траекторию какую передачу еще-то он взял но так вот не снимешься резко Энао пошел Энао который раскатывался на копии Бартеля и был там примерно на 60-70% своих возможностей вот здесь Колумбиец включается и это уже серьезно Родридис отвечает но не сразу ловит небольшой просвет за Родридисом пошел вторым темпом пошел все-таки Кентано поймали колумбийца два колумбийца и испанец каталонец отрыв из трех человек который отрезает себя от основной группы здесь чуть подисциплинированнее слава богу ведут себя болельщики Родридису они не собираются к счастью мешать метров 30 наверное преимущество есть у них которое может превратиться в очень большое потому что здесь-то по крайней мере мотоцикл расталкивает а там дальше смыкается толпа и впору идти пешком и нао проскакивает Кентано Родридис не в этом порядке Родридис был вторым и нао первым Скарпони Квитковский Майка как Ван Гардеран здесь продержался тоже солидно Жильбер из крупных тоже сумел выдержать эту трепку Луис Леон Санчес Васи Кириенко едва уже хватает передачи и следом за ним его коллега по разделочному мастерству едва узнаваемый Тони Мартин только сейчас обладатель золотых полосок на рукавах признаться да еще и с перекошенным совсем лицом большего я ожидал от Самуэля Санчеса от вице-победителя этого этапа 2011 года но что поделаешь день на день не приходится Костя Севцов все по одному практически поехали в минуту вписавшись но растянувшись окончательно и бесповоротно Соренсен свое дело сделал но и здесь бешеный спуск как хорошо что нет дождя о чем говорил Риетто Риетто говорил что если будет плохая погода то это превратится в технический экзамен а не в экзамен мастерства горовосходителя но Родригес один из лучших мастеров скоростного спуска уж по крайней мере в первую пятерку на сегодняшний день он входит но убежать не получается колумбийцы вряд ли будут работать конечно друг на друга бывшие однокомандники и в профессиональной велоспорте тоже представители примерно одного поколения Энао чуть постарше Кентано с трудом не отпускает Энао вот три недели собирал по крупице эту готовность Энао и все выплескивает на этом этапе он человек действительно ключевых этапов нам показывают позиции в генеральной классификации это важно с точки зрения того что не будет бонификации если всем дадут одно и то же время в таком случае Энао сейчас везет виртуальную желтую майку но у Родригеса очень жесткий рывок и мускулатура конечно гораздо более развита чем у любого из этих соперников последний километр дистанции на очень выгодной позиции с тактической точки зрения Хаким Родригес смотрит можно ли играть здесь в какие-то кошки-мышки и не совсем ли рядом преследователи потому что пронесутся и только успевают уши прижимать выходит на первую позицию он потому что знает что из последнего поворота желательно быть не совсем в глубине но и дальше в тягунок финиш здесь в гору капитан Катюши впереди у Катюши сегодня уже победа очередной уже какой десятый успех у Кристофа в этом сезоне в любом случае он самый побеждающий и в конце этой недели он возглавит не всякого сомнения рейтинг Уэлл Тура пока там еще Ричи Порт товарищ по команде Сэшу Инау был отдал немножко в этом повороте Хаким Родригес отдадут ли ему вернуться далее передача у него и хватит ли ему этих двухсот метров начинает постепенно накатывать Рафао Майка там выходит из той группы Родригес уже ближе к цели он пересаживается на колесо Инау у Кентаны и у обидчика на Тур-де-Франс в борьбе за второе место уже нет такой резкости Родригес победа Катюши на сегодняшних гонках запрограммированная победа Родригеса оказалась совершенно нелегкой голумбийцы сражались с ним до последнего подсобралась на спуске группа просвет почти в 50 секунд был до Санчеса вы видите куда он добрался и Жильбер тоже подъехал в пределах 20 секунд и довольно агрессивно спустился пинок кстати говоря ему можно только поаплодировать за это наконец-то по-настоящему он показывает себя горняком не только вверх но и вниз Само Санчес проиграл спринт пять лет назад и был вторым сегодня гораздо дальше прибыли и белорусские спортсмены немного разочарованы тем что все по идее вот было экономно все было из засады как говорится узкая все очень правильно ух сколько поймал победитель предыдущего тура больше минуты проигрывает капитан Ажидузер Жан-Кристоф Перо как разбросал всех сегодняшний этап ну на туре страны Басков и это кстати говоря тоже здорово не бывает разрывов по 15 минут генеральной классификации но каждый из ключевых этапов потихоньку бросает туда-сюда десятки секунд и сегодняшний этап оправдал ожидания болельщиков сегодня очень красиво все было и закончилось все триумфом Хакима Родригеса первая победа его в нынешнем сезоне дважды он отмечался на Тирену Адриатику тем что называют итальянцы пьяцаменте забирая стройку сильнейших но сегодня он вошел в ту же реку еще раз подтверждается тот факт что Пуридо Родригес на тех этапах которые повторяют его победные траектории чувствует себя вдвойне хорошо Квято довольствуется победой из второй группки опережая своего товарища своего соотечественника Майку неплохо Скарпоне Санчес тоже добрал эту группу Саймон Йейтс за себя и за Адама отсветился Шпилок приехал отработав на командную победу и это достойное достижение то что он сейчас продемонстрировал Ван Гардеран замкнул десятку сильнейших ну что ж сегодняшний этап небыстрый по средней скорости опять мы выпали за пределы графика по идее изначально программа Лемон он тур стояла в 18 ну и захватывает лидерство Родригес и Кентано имеют тоже время развязка еще впереди до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...